Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар и индексов на предстоящий день. Пятница, 12 января и давайте посмотрим, с чем у нас закрывается текущая торговая неделя. И начнем, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар на текущий момент мы видим продолжение восходящего движения. Следующая цель находится на отметке 1.21, ну а ближайший разворотный уровень находится на минимальных значениях, которые мы видели вчера в области 1.1930. Пара британский фунт и американский доллар на текущий момент продолжают свое нисходящее коррекционное движение. Но сегодня с утра мы видим уже торговлю вблизи максимальных значений на отметке 1.3553. И если британскому фунту удастся закрепиться выше данного уровня, то уже вероятен вновь переход к росту по данной паре с целью движения на 1.36 и далее. Пара американский доллар-канадский доллар продолжает свое восходящее движение. Следующие цели находятся на отметке 1.2589. Именно туда сейчас пара и идет. И следующие уже более продолжительные находятся на отметке 1.2798. Ближайший разворотный уровень находится на минимальных значениях, которые были зафиксированы вчера в области 1.2514. Преодоление данных уровней и закрепление за ними уже вернет нас к нисходящему движению по канадцу. Пара американский доллар-японская иена продолжает свое нисходящее движение. Следующие цели это 1.1098, минимум, который был зафиксирован вчера, и 1.1042. Ближайший разворотный уровень находится на максимальных значениях четверга, отметка 1.1186. Пара австралийский доллар-американский доллар продолжает свое восходящее движение. Сегодня обновляли максимальные значения, которые были отмечены вчера. Сегодня, сейчас несколько мы корректируемся, но пока пара торгуется выше отметки 78.36. Основная тенденция в рамках часового таймфрейма остается на укрепление. С целями движение на 79.20 и далее уже на 0.80. Пара еврофунт продолжает свое восходящее движение, которое началось на этой неделе. Следующие цели находятся в области 89.15, обновление максимальных значений, которые мы видели в начале января, ну и далее уже движение на 89.60. Ближайший разворотный уровень находится на минимуме вчерашнего дня, отметка 88.43. Золото продолжает свое восходящее движение. Следующие цели находятся на отметке 1340 долларов за тройскую унцию, а ближайший разворотный уровень мы можем отметить на минимальных значениях вчерашнего дня, отметка 1315 долларов за тройскую унцию. Нефть марки Brent на текущий момент сохраняет свое восходящее движение, восходящий импульс с целями на 71.32, но уже сейчас мы видим торговлю вблизи минимумов, которые были зафиксированы вчера, и если нефти удастся закрепиться ниже данного уровня, то уже вновь вероятен переход коррекции с целями движения на 66.80. По индексу DAX коррекционное движение нисходящее сохраняется. Следующие цели по коррекции это движение в области 13129 и далее на 12815. Возврат к покупкам, а значит продолжение основного тренда, произойдет в том случае, если мы видим закрепление выше максимальной значения, которое мы видели вчера на отметке 13302. Ну и по биткоину к американскому доллару тенденция коррекционная на текущий момент сохраняется. Сегодня с утра доходили до отметки уже 12781, ну и возврат к покупкам уже будет актуален после преодоления максимальной значения вчерашнего дня в области 14932. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание, всем желаю хорошего завершения торговой недели, хороших выходных, и напоминаю, что если вам нравится это видео, то не забывайте ставить лайк, ну и в вашей торговле не забывайте ставить стоп-лоссы. С вами был Исаков Роман, всем спасибо и до свидания.